Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 марта. День Василиска и Евтропия. День назван в честь святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Евтропий был очень красив и премудр. Когда святые были приведены из темницы на судилище и стали перед правителем, правитель спросил их, почему лица ваши не сумрачны от долгого пребывания в темнице, а радостны, как будто от постоянного веселья. Блаженный Евтропий ответил, что сбываются на нас слова Писания, веселое сердце делает лицо веселым. Поэтому дню судили о лете. Если подул теплый ветер, будет лето теплое и мокрое. Если мороз стоит, снег и ветер с севера будет холодное. Если в этот день идет дождь, будет дождливым. Вообще в этот день крестьяне выходили в поля и обходили их крест на хвост. Это делалось для того, чтобы внимание солнце привлечь и заставить его на поле снег топить. А крест на поле служил защитой для посевов от болезней и набегов нечистой силы. Крест, помимо всего прочего, считается знаком оберегом и символом солнца. Он означает жизнь, свет, тепло, плодородие и благополучие. Кресты ставили и рисовали там, где человек может столкнуться с нечистой силой. Возле очага, на окнах, на границе села, на перекрестках, дверях и иных местах. Что касается защиты от темных сил, то следует знать определенные правила и обязательно соблюдать их. Например, на закате солнца не давать и не брать в долг ни хлеба, ни денег. После захода солнца не выносить ссор на улицу. Счастье свое вынесешь. Если в четверг до восхода солнца умыться, серебра и сейца, будешь весь год здоров и лицом чист. Приметы. Сегодня надо обойти крест-накрест. Поле, огород, дачный участок. Это обеспечит хороший урожай. Чтобы избежать любой опасности, надо сегодня осенить крестом входную дверь в доме, окна, ворота и домашний очаг, печь, камин. То есть все выходы, через которые может проникнуть темная сила. Если сегодня скворцы прилетели к богатому урожаю зерновых, вороны в снегу купаются, к солнечной погоде, все перелетные птицы прилетели к теплу. Одиннадцатые лунные сутки Одиннадцатые лунные сутки, они носят такое название, день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоль ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова